Всем привет! С вами Елена Вивас и сегодня я с вами хотела бы поговорить на тему, о которой вы больше всего меня спрашиваете. Это о моей эмиграции в Аргентину. Во всех соцсетях мне пишут, Елена, что случилось? Почему Аргентина? Почему ты покинула свою прекрасную Испанию? Вопрос, наверное, сложный и я бы не так его начала формулировать, я бы не начала говорить о том, что я покинула Испанию. Нет, я просто эмигрировала в Аргентину, а Испания навсегда осталась в моей душе и я с ней не прощаюсь. Самолеты летают регулярно и, конечно же, я также буду постоянно летать в Испанию, проводить свои туры, только на этот раз уже это будут эксклюзивные туры. Но большую часть времени я планирую жить и работать в Аргентине. Итак, почему же Аргентина? Ну, начнем с того, что вообще изначально я мечтала об эмиграции в Южную Америку, а Испания у меня совершилась абсолютно случайно, но любовь с Испанией у меня сложилась просто великолепная. Я влюбилась в этот север Испании, где я прожила долгие прекрасные 10 лет, и эти 10 лет для меня были как какая-то отдельная такая своя жизнь. А теперь я начинаю новую жизнь, потому что каждая эмиграция для меня это как новая жизнь. Кстати, в Южной Америке у меня уже был опыт эмиграции, правда очень короткий, я жила около года в Венесуэле, о чем я очень редко и мало где рассказывала, но тогда я к эмиграции была не готова. Это был как раз тот случай, когда можно вывезти девушку из деревни, а деревню из девушки нет. Но все в этом мире течет, меняется, и я уже больше готова воспринимать новые культуры. Я уже опытный эмигрант, и вот я наконец-то осуществила свою мечту, которой уже получается, наверное, где-то лет 15, когда первый раз у меня появилось это желание жить в Южной Америке. Да, немножко изменилась страна от моих первоначальных желаний, и я очутилась в Аргентине. Почему именно Аргентина? Сейчас поезд пройдет. Мы сидим здесь в таком очень интересном голландском дворике, и вот это вот все, что вы видите сзади меня, на самом деле это, как бы это называется, короче, подставка для железной дороги, которую преобразовали в такие ресторанные дворики. Просто потрясающее место, когда здесь впервые побывала, просто влюбилась, и поэтому решила, что мое первое видео об эмиграции в Аргентину я запишу именно здесь. Вот, итак, почему же именно Аргентина? Ну, во-первых, Аргентина из всех остальных стран Латинской Америки, Южной Америки, так скажем, наиболее, наверное, развита. Аргентина – это та страна, в которой легче всего получить документы. Аргентина – это страна эмигрантов. Это страна, как здесь сами говорят аргентинцы, мне это, правда, сравнение не очень нравится, наиболее европейская страна, здесь больше европейской культуры, да, потому что, когда самый большой поток эмиграции пошел в конце 19-го, начале 20-го века, это в основном были испанцы и итальянцы. И здесь наиболее престижно, когда люди о себе говорят, я, мои корни из Италии, я итальянец, так далее. Но для меня не столь важно, что здесь большой процент европейского населения, потому что для меня Аргентина, и в частности Буэнос-Айрес, это прежде всего такой эмигрантский город, да, портовый город, где огромная смесь всех культур и народов. А кто следит за мной давно, тот знает, что я из тех, кто в Испании, из тех немногих, кто не любил Барселону. Но в Барселоне была одна замечательная особенность, которая мне очень нравилась, это то, что Барселона, вот именно тот самый портовый город, в котором на протяжении веков произошла огромная смесь культур, народов. И когда я приезжала в гости к своему сыну в Барселону или к своим друзьям, в первую очередь это я бежала в какие-нибудь интернациональные ресторанчики. Ну, даже вот обычный мой приезд в Барселону. Сын у меня жил больше к станции Норте, но я всегда выходила на Санси, поскольку именно на Санси находил мой любимый ливанский ресторанчик, куда я прямиком с чемоданом чопала, чтобы попробовать вот этой вкуснейшей ближневосточной кухне. Вот эта смесь культуры народов мне очень нравилась в Барселоне, больше там мне ничего не нравилось. А здесь, в Буэнос-Айрес, вы знаете, это как отмытая Барселона в больших масштабах. Мне здесь очень нравится вот эта вот культура смешения народов, культура смешения традиций. Поезжающие поезда. Поезда, которые здесь ходят. И по мне Аргентина, и в частности Буэнос-Айрес, это то место, где каждый найдет что-то для себя, потому что Буэнос-Айрес это эмигрантский город, который принимает эмигрантов любого сословия, можно так сказать. То есть здесь найдет для себя свое место и человек, который привык жить в эконом-классе, и миддл-класс. И, конечно же, Буэнос-Айрес это город, в том числе, для роскошной жизни. Кто бы там что ни говорил, но есть элементарная статистика. Буэнос-Айрес ходит в шестерку городов мира по продажам товаров лакшери-класса. И чем еще меня привлекала, в принципе, и вся Латинская Америка, в частности Буэнос-Айрес, это то, что здесь я могу жить за те же деньги, что в Испании я жила, так скажем, в среднем миддл-классе, в серединке миддл-класса. За те же самые деньги здесь я могу жить уже на верхней ступеньке миддл-класса. То есть за те же самые деньги здесь можно жить в более роскошной, снимать шикарные апартаменты. Здесь сейчас мы поселились в Палермо. Палермо один из самых престижных районов Буэнос-Айреса. Вот сейчас это видео мы снимаем на территории парка 3 февраля. И вот за что мне нравится прежде всего Палермо, это то, что он полностью окружен парками. Такая вот престижная зона для жилья, где можно снять апартаменты, ну, наверное, как в не самом лучшем районе Шампла-Барселоны. Да? Да, типа того. Это у меня с той стороны камеры сынок, который вот 7 лет прожил в Барселоне. Последние годы в Шампле, непосредственно в Шампле. Но да, там он снимал свои апартаменты в 2 раза дороже, чем сейчас снимаем мы. И причем апартаменты у нас сейчас по расположению намного лучше. Потому что у меня в шаговой доступности ботанический сад Буэнос-Айреса, который является одним из лучших ботанических садов Южной Америки. И абсолютно в такой же шаговой доступности экопарк, бывший зоопарк, основанный еще в конце 19 века. И вот утречком встала, и куда я в первую очередь пошла, конечно же, гулять по паркам. И еще раз повторюсь, в чем преимущество Буэнос-Айреса. Это в том, что здесь намного дешевле жить, если ты хочешь, например, жить в миддл-классе, в лакшери-классе и так далее. Это все то, что тебе позволяет Аргентина. Что еще меня сподвигло на переезд в Аргентину? Ну, это, конечно же, экономика. Ни для кого не секрет, что сейчас в Европе наступает такой период, когда немножко нужно подзатянуть пояса. Я не хочу сказать, что стало хуже, труднее. Нет, ну, чуть-чуть, да, труднее. И поэтому Аргентина, как в принципе любая развивающаяся страна, она всегда дает огромные возможности для построения бизнеса. Да, возможно, здесь сложнее для тех, кто хочет найти работу неквалифицированного, в секторе неквалифицированного труда. Скорее всего, что Южная Америка это не для вас. Но, например, для хороших специалистов, даже если вы там, не знаю, электрик, например, столяр хорошего класса, то здесь вы будете жить лучше, чем, например, у себя на родине или лучше, чем в Европе. Если же вы рассчитываете только на работу, на поиск работы в сервисе, то, скорее всего, Южная Америка не для вас. Я за свои, сколько у меня получается активного и трудовой деятельности, уже почти 30 лет, да, наверное. Да, 30 лет я уже работаю, потому что мне 53 года, работаю с 21 года, 32 года. Мой трудовой стаж. Из них в наемной работе у меня, ну, максимум, наверное, 7 лет, если не меньше. Мне даже тяжело почитать. Закончила университет немного, работала учителем географии, поэтому я и люблю путешествовать. Вот, и немного, да, я работала в дистрибьюции. Ну, работала я, правда, на руководящих должностях практически как сама на себя. Вот, поэтому я не в Испании, у меня даже в мыслях не было искать работу. Не здесь я работу искать не собираюсь. Я из тех людей, которые привыкли строить свою жизнь сам, сами, да, из тех людей, кто строит свой бизнес, и это у меня там, вот оно внутри, даже во времена Советского Союза у меня уже всегда в голове была куча бизнес-планов о тех бизнесах, которые бы я хотела для себя построить, если бы была такая возможность. Ну, вот, немножко, чуть-чуть раньше я родилась в России, чем нужно было. Иначе бы, наверное, свои бизнесы я начала встроить еще в школьные годы. Вот, поэтому я для себя рассматриваю Аргентину, как, в принципе, и всю Южную Америку, как огромный трамплин для того, чтобы строить свой бизнес. Чем я буду заниматься в Аргентине? Об этом я буду вам рассказывать в следующих моих видео. Поэтому, чтобы быть всегда со мной на связи, подписывайтесь вон там, вот внизу на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о всех моих новостях, и оставайтесь со мной на связи. Однозначно я буду с вами делиться о всех моих впечатлениях о жизни в Аргентине. Кроме того, мне было бы интересно узнать от вас, что вы хотели бы узнать об Аргентине. Поэтому в комментариях пишите. Все абсолютно комментарии я читаю. И на основании ваших комментариев я буду придумывать новые темы для своих роликов, и буду публиковать на своем канале и делиться с вами о всех тонкостях жизни в Аргентине. Ну и суммируя как бы все, о чем я выше сегодня сказала, все-таки почему я переехала в Аргентину, но прожив, наверное, 10 лет в Испании, я уже стала практически испанкой. И как все испанцы и в 15-16 веке, и в 19-20 веке выбирали новый свет для того, чтобы построить свою новую жизнь, вот и я почувствовала себя таким вот конкистадором, или как это в 19-20 веке называлось, индианос, и решила отправиться за своей удачей в Южную Америку. Да, здесь опять я говорю не об Аргентине, а о Южной Америке, потому что по большому счету я свою иммиграцию бы не назвала иммиграцией именно в Аргентину. Все-таки я переехала в Южную Америку, которую я хочу изучить досконально, потому что пока я жила в Европе, я очень много путешествовала по Европе, посмотрела многие страны, мне в принципе, я не могу сказать, что мне там понравилось больше, потому что мне везде хорошо там, где я. И сейчас я приехала в Аргентину, чтобы несколько лет, а может быть и до конца жизни, никто не знает, как дальше сложится моя судьба, даже я не знаю. Однозначно я хочу попутешествовать по всем странам Южной Америки, я уже во многих была и раньше сюда прилетала, и, как я уже говорила, и жила в Венесуэле. А вот хочу познать больше стран, изучить их разные уголки, путешествовать. Ну и естественно, что живя в Аргентине, изучать культуру, изучать природу Южной Америки, не только Южной, да, всей Латинской Америки, намного проще, чем постоянно вот эти трансатлантические перелеты, которые для меня и раньше были утомительные, а сейчас, ну, не молодая я уже, поэтому трансатлантика каждый раз дается мне тяжелее, этот перелет тоже мне дался нелегко, потому что был с большой пересадкой, и оба перелета были ночные. Дня два или три я, наверное, еще отходила, потом шел у меня процесс акклиматизации, привыкание к новым часовым поясам, поэтому куда проще просто... Привет, поезд! Поэтому куда проще остановиться в одной стране, где мне будет жить комфортно, и уже отсюда дальше путешествовать по странам Южной и Центральной Америки, по странам Карибского бассейна, который я так люблю, рассказывать вам о них, ну, а самое главное для себя наслаждаться жизнью. И еще раз хочу обратить внимание на то, что вот один из главных моих посылов был жизни именно в Южной Америке, это то, что за те же самые деньги, да, за которые вы в Испании ведете жизнь миддл-класса, здесь вы можете жить просто роскошно. Это то, что меня сюда сподвигло в том числе. Ну, вот как пример, да, вот сейчас на месяц сняли квартиру, в цену которой входит уборка, еженедельная уборка, и вот отдельной строкой в счет фактуре еженедельная уборка, то есть 7 приходов до мучачи в квартиру, нам обошлось порядка 7 долларов. В месяц? В месяц, да. За 4 прихода 7 долларов. Можете ли вы об этом мечтать в Испании? Ну, я думаю, что даже и за час. Цена в два раза больше сейчас в Испании, а может, и того больше, честно, я не знаю, поскольку я реально понимала, что в Испании мне такой дополнительный сервис, как бы, ну, немножко не по карману, скажем так. И это то, что очень давно мне привлекало о жизни в Южной Америке, потому что, когда я жила в Венесуэле, ну, у нас там не мучача была, а мучачо, по имени Буэн-Аню, который вот выполнял всю работу по дому, плюс он еще у нас был и, как, не знаю, как правильно сказать, Камергенер, да, то есть, ну, вот не только по дому, да, вот обычный такой помощник абсолютно во всех вопросах, плюс еще в нашем доме был маленький, так скажем, домик, где жила молодая семья, которые работали там на участке, которые помогали по кухне и так далее. То есть, скажем так, да, получается, три человека у нас тогда было на подмоге, которые нам помогали во всех вопросах, а ты можешь спокойно жить, заниматься своим бизнесом и более интересными делами, чем мыть полы, стругать там морковку, мясо на кухне и так далее. То есть жизнь, она состоит намного из более интересных вещей, чем постоянно драить свою квартиру и пиздрячить что-то там на кухне. И все-таки уже к своим 53 годам я от этого очень устала, и хочется, ну, чтобы кто-нибудь помогал мне в этой жизни за то вполне умеренным ценам. Да, ну вот такая я, да, это тоже был один из моих мотивов, о которых я, кстати, неоднократно писала у себя на Фейсбуке. То, чего я хочу, да, в этой жизни. И я этого абсолютно не стесняюсь. Да, я не рождена для того, чтобы заниматься чем-то непотребным. Ах, мои ручки не для этого созданы. Ну, это так. Да, это в общем понятно, что это не может быть основным вашим посылом в этой жизни. Еще раз повторюсь, это желание жить в более высоком социально-экономическом уровне за те же деньги, которые я зарабатывала в Испании. Я просто в себе уверена, что здесь у меня получится и того лучше. То есть в поисках лучшей жизни. Как и все конкистадоры. Кстати, это было давно. Это было еще, по-моему, в шестнадцатом году. Одна из моих подруг, астрологов, она мне сказала, что в прошлой жизни я была конкистадором. И жила я именно в Ариале, если так можно сказать, в зоне Карибского бассейна. Ну, вот честно, вот этот, да, дух конкистадорства, он во мне остался и жив по сегодняшний день. И тоже, наверное, это один из тех факторов, который меня сподвиг на эту эмиграцию. Так что я вся в ожидании всего самого прекрасного, что может происходить в моей жизни. Так что оставайтесь со мной на связи, следите за мной, подсматривайте вот в эту вот скважину. На этом, наверное, на сегодня я с вами прощаюсь, допиваю свой Starbucks. Кстати, очень классный напиток, кофейный напиток на миндальном молочке. Ну, и близится вечер, если вы видите, уже немножко начинают собираться сумерки. А это что значит в Аргентине? Нужно идти жарить мясо. Кстати, прости меня, Аргентина, но мясо в стране басков мне нравится больше. Я даже, кстати, не стесняюсь об этом говорить аргентинцам. И всем говорю, ну, удивите меня, ведь Аргентина так славится мясом. И мне, кстати, об этом часто пишут. Лена, как там мясо, как мясо? Хочу в страну басков мясо поесть. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!